Родитель должен дать ребенку взамен что-то, предоставить альтернативу. Например, если отец лишил ребенка чего-то, то пусть даст ему взамен нечто другое. Ребенок по своей природе любит игры, любит похвалу. Пусть же родитель, если его ребенок сделает что-то хорошее, даст ему подарок, который побудит его и впредь поступать так. Я знаю женщину, которая приучала своего ребенка просить прощения у Господа каждый день более двух тысяч раз. И он уже на протяжении около шести лет приговаривает из тех фар, когда он куда-то идет, откуда-то приходит и так далее. Приучай же своего ребенка к этому и давай ему за это подарки. Нет проблем в том, что ты будешь давать ему деньги, если он их хочет, или давать ему еду, которую он любит, или если он хочет выйти на прогулку, то будешь ему позволять. Когда ребенок совершает поступок и видит от своего отца подобное поощрение, то можно быть уверенным, что он оставит эти пагубные дела. Необходимо также научить ребенка тому, что оставления этих деяний должны быть не ради подарков, а потому что их не любит Аллах и его посланник, саллаху алей и салям. Родитель должен посеять в сердце ребенка то, что Аллах тот, кто дарует ему милости. И он не любит подобные поступки. И если ты любишь Аллаха, то в таком случае остерегайся того, чего он не любит. И если ребенок приучится к такому пониманию, то можешь быть уверен в том, что он поменяется. Когда Сагалибн Абдиллях от Астурия обучал, то говорил, мой дядя по матери обучал меня, когда мне было 4 года. То есть он был маленьким ребенком. Он говорил ему, скажи, мой Господь видит меня. Он говорит, эти слова засели в моей голове. И он повторял постоянно, что Аллах за ним наблюдает и смотрит на него. Поэтому если ты обучишь ребенка тому, что Аллах видит его, и разъяснишь, что он не любит дурной нрав, тогда он будет знать, что Аллах наблюдает за ним во время совершения им пагубного поступка. Таким образом, предоставление альтернативы ребенку также является одним из методов воспитания. Есть такие родители, и это тоже относится к плохому воспитанию, которые постоянно запрещают ребенку все, говоря, нельзя, запрещено, не дозволено. Такой у родителя метод воспитания. Скажем, этого недостаточно. Когда ты говоришь, что какая-то вещь запрещена, ты должен объяснить ребенку, что что-то другое является дозволенным. Если же ты будешь постоянно все запрещать ребенку, то это приведет к тому, что он не будет желать твои наставления и призывы. Таким образом, отец, запрещая что-то, должен проявлять легкость. Запрещая что-то, он должен упомянуть то, что дозволено. Если будет воспитывать, то должен побуждать, ясно? Дабы у ребенка были весы. Воспитание ребенка должно быть не с ненавистью к нему или порабощением, поскольку к плодам упомянутых ранее фильмов относится то, что в них показывается, как родитель, воспитывая своего ребенка, порабощает его. И что желает тем самым фильм? Желает пропагандировать выход из этого рабства, дабы ребенок был свободным. Поэтому ребенок должен видеть, что когда отец запрещает ему что-то, то в то же время он дозволяет ему много чего другого. Если родитель что-то забирает у ребенка, то дает ему взамен намного больше. И тогда ребенок поймет, что родитель для него искренний советчик, любит его, желает ему милости и доброты. В дополнение к вашему ответу, некоторые братья спрашивают, можно ли показывать детям некоторые мультфильмы, например, исламские? Да, эти фильмы как раз-таки относятся к альтернативе. Если что-то ребенку запрещаете, то дайте ему альтернативу. А если ребенку все запрещать, то он будет искать запретное вне дома, в другом месте. Необходимо, чтобы у наших детей была альтернатива. Миша Аллах, внимайте этому напоминанию. Это очень важно. Это наше будущее, это наше поколение. И чтобы потом не кусать свои локти в будущем. Пусть Аллах, Субханалли, исправит каждого из нас, нашего детей и соберет нас всех в район. Миша Аллах. Станьте активным участником призыва на канале Аль-Гуда, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Гуда. Субтитры создавал DimaTorzok